О новом жилом комплексе, который должен вырасти на месте старого и ныне заброшенного стадиона «Локомотив», что на проспекте строители заговорили больше года назад. Тогда стал окончательно ясен облик проекта. Его автор известный барнаульский архитектор Александр Деринг. За это время сам проект успел стать лауреатом фестижного международного фестиваля в номинации «Архитектура для жизни» за удачную планировку и идеи по использованию фасада стадиона как прогулочной галереи. Однако не все согласны с тем, что жилью здесь место. Один из несогласных – директор барнаульского автовокзала Алексей Богданов. Барнаульский автовокзал по существующим санпинам относится к третьей категории эксплуатации по влиянию на окружающую среду. В связи с этим для нас, для автовокзала, установлена норма санитарная на расстоянии 300 метров от границы автовокзала, где в принципе не должно быть размещения никаких жилых объектов. Но сами понимаете, что «Локомотив» полностью накрывает нашу территорию санитарной зоной. По его мнению, разрешение, выданное администрацией города в июне текущего года, было опрометчивым. Он уверен, что жители будущего комплекса сами будут не рады близкому соседству с автовокзалом, со всеми вытекающими последствиями. Когда здесь поселятся жильцы, естественно, они, зная свои права, они поставят вопрос, а зачем здесь автовокзал, который является источником загрязнения, шумов и так далее. И, возможно, будет поставлен вопрос о переносе автовокзала. Именно стелью рассудить, кто прав, кто виноват в данной ситуации, он обратился в Краевой арбитражный суд. Ответчиком при этом выступает администрация Барнаула. В городской администрации сегодня нам ответили, что до решения суда воздерживаются от каких-либо комментариев. Узнать мнение компании-застройщика нам также пока не удалось. Между тем, само судебное заседание состоится уже 24 ноября. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.